денис приветствую тебя привет всем наш долгожданный эфир перед заседанием федрезерова фактически чуть-чуть позволить округлить через несколько часов уже американский регулятор гласит решение по ключевой процентной ставки поэтому пристегиваем ремни будет очень жарко до сих пор спекуляции буквально со всех сторон насколько же снизить став 50 байс на 25 но все станет известно уже совсем скоро поэтому прежде чем вообще принимать решение о трейдинге советуем еще раз тем кто забыл тем кто не знал обязательно узнать что такое риск менеджмент как важно соблюдать стоп-лоссы вот эти традиционные правила управления капиталом это очень и очень важно потому что иногда рынок ведет себя очень товарно и даже несмотря на идеальные условия по отработке по фундаменту по технике умудряется показать совершенно что-то необычное но в любом случае мы стараемся все таки с учетом того фона который складывается спрогнозировать максимально точно насколько это возможно движение которое стоит ожидать и надеюсь то что сегодня нам удастся подсказать какие-то верные направления дать хорошие рекомендации поскольку ну события прям такого масштаба форма денис ты как вообще думаешь снизит на 50 или это больше спекуляции может быть отделывается более мягким снижением знаешь блин просматривая дело в том что предыдущие подобные снижения то там были случаи действительно снижения на 0 5 но если честно я до последнего не верил что вот сегодня до 18 сентября попытается сразу на полпроцента снизить потому что в принципе и павел и буллард и еще остальные тоже члены фом говорили о том что мол нет на 0 25 снижение не более того но в то же самое время рынок закладывал насколько помню один процент суммарного снижения за этот год то есть это следовательно на сентябрьском ноябрьском и декабрьском контракт заседаниях поэтому но сейчас вот смотрю передо виду очень 61 процент за то что снизят на пол процента 05 если до вечера то вечер эта ситуация не поменяется туда действительно тогда скорее всего снизят на целых пол процента я тогда представляю конечно как индекс доллара укатают хотя опять-таки не марк двоякая ситуация с одной стороны да по логике как бы его могут укатать вниз но с другой стороны это будет означать что явно что-то у фрс пошло не туда и пошло не так и что-то уже сломалось но мы в принципе знаем да и банковская система сейчас не в лучшем виде просрочки там и по ипотечным кредитам в заложенности там постуденческими и так далее там можно много перечислять то могут наоборот посчитать что будет таки жесткая посадка а если жесткая как вероятность рецессии то конечно будут с рисковых активов перри переходить куда как обычно в доллар да есть точка зрения действительно что снижение ставки на 50 байс на пунктов будет равносильным предоставанию каких-то диких проблем в экономике и может быть фрс как раз испугается от этой неожиданной реакции ну в общем надоело уже думать за фрс пусть они сами отвечают свою политику и за решение которые принимают мы все-таки стараемся адаптироваться потому что на рынках происходит и будем делать это и дальше независимо от того что произойдет поэтому давай тогда канализу начнем с меня если ты не против день сегодня можем рассмотреть наш старый добрый индекс доллара посмотрим также на оппонента доллара евро как эталон уже риска можем оценить ситуацию с золотом и проанализировать фондовый эффект в сша тоже да нормально отлично так ну что индекс доллара текущие котировки сто точка сорок пять да сейчас движение так себе вялый потому что рынок побаивается трейдеры не торопятся открывать новую позицию перед таким событием винить ни в коем случае нельзя потому что ну понятно что движение будут точно значительные и я думаю что мы вряд ли когда соберемся с тобой в следующий раз будем констатировать ну вот опять переоценили на самом деле движение не будет я думаю что сейчас не тот случай движение точно будут потому что ну блин историческое событие не просто снижение ставки это вообще отказ от политики которая сохранялась продолжалась несколько лет подряд и это прям это историческая веха рс начинает снижать ключевую процентную ставку поэтому будут движением будут серьезные реакции будет серьезная волатильность прежде чем рынок в счете определиться с вектором он сходит я думаю что тот же самый индекс доллара легко слетает и на пункт вверх и вниз так далее поэтому нужно готовиться к этой серьезной волатильности я сейчас не хочу ставить цели там хотя логично это делать если ставку снизит и анонсирует планы по снижению будущем логично ставить цены цели по индексу доллара там ниже на 100 пунктов но я попробовал сегодня поторговать волатильностью и просто обозначить цель ориентир 100 пунктов вот туда мы наверное придем достигнем этой отметки там уже можно будет фиксироваться и вот в этом плане именно ожидание того что индекс доллара доберется до туда эта идея можно сейчас руководствоваться и соответственно поглядывать за этим ориентиром так но нет смысла сейчас возвращаться к анализу ситуации на рынке труда на инфляции все прекрасно знают видели последние отчеты их вдоль и поперек уже проанализировали ты правильно отметил инструмент фэдготчтул который еще в конце прошлой недели говорил нам о том что ставку на 52 пунктов не снизит а сегодня мы уже видим вероятность того что скорее всего снизить ну посмотрим что сделает фрс так что касается золото здесь 2570 пущей котировки я за новый максимум и у меня мне кажется что у рынка есть небольшой долг это все таки достигнут какой-то новой ценовой плиты 2 600 почему бы нет я постоянно смотрю за сантиментом особо картин не изменилась за последние дни когда золото обновлял исторический максимум и такое ощущение что золото вот этим аптрендом еще не съела всех тех кто сидит серьезными просадками минусах и ждет все таки разворот тенденции наверное это все таки случится для того чтобы это произошло нужно чтобы сначала мы увидели какое-то более серьезное восходящее движение хотя уж куда серьезнее учитывая что золото за несколько дней там на 100 пунктов на 100 долларов улетела но я бы рекомендовал смотреть за сантиментом пока за сохранение восходящего тренда эта идея также не противоречит ожидания по доллару а то что происходит на американском рынке долга доходность отрезается на минимумах тоже за год вряд ли золото так вот просто отправят вниз так что касается европейская валюта 1 11 19 я за продолжение роста уже и на своих прошлых скажем своих аналитических брифингах говорил уже что нужно привыкать к евро дороже отметки 1 10 и вообще искать какие-то долгосрочные целевые ориентиры думаю что даже выше уровня 1 12 евро будет выигрывать только из-за слабости доллара и прочих фундаментальных он он не будет иметь никакого значения это точно доказывает тот факт что даже после снижения ставки на 60 байсных пунктов европейский центральный банк не смог обвалить курс европейской валюты то есть евро удержался то есть евро вообще плевать хотел на национальную статистику на национальный фон на решение cb так уж сложилось что этот инструмент остается ведомым так что касается американского фондового рынка здесь я прям за исторические максимумы не знаю поддерживаешь ли ты такую точку зрения я буду рад если поддерживаешь потому что буду еще более уверен том что это правильный прогноз и расчет по nasdaq и dow jones я тоже дал максимумы по dow jones уже увидели s&p в целом мы можем туда прийти только лишь на идее того что смягчение экономической политики особенность она будет на 50 байсных пунктов я надеюсь не заставит рынок горевать о том что все плохо в американской экономике а позволит взглянуть на ситуацию иначе что снижение ставки на 50 байсных пунктов это очень хорошее условие для бусты экономики в целом и для поддержания деловой экономической активности в будущем поэтому руководствуясь таким классическим фундаментальным анализом что смягчение экономической политики должно приводить к росту национального фондового рынка и по s&p я бы вообще долгосрочно метил на уровень 5 800-6 тысяч это моя просочная цель и чем активнее фрс будет дальше снижать ставки тем быстрее мы там окажемся денис слово тебе да кстати предварительно могу сказать что во многих моментах согласен так хорошо сейчас покажу конкретику итак значит я бы хотел все-таки начать с фидвоча здесь да действительно вот у нас сентябрьское сегодняшнее заседание 61 процент вот на данный момент за то что снижение будет сразу на 0 5 процента ключевой ставки причем что самое интересное если посмотреть например всего это неделю назад то есть 11 сентября то подобная вероятность у нас была всего лишь 14 процентов то есть за неделю насколько сильно концепция поменялась вот месяц назад 25 процентов поэтому за неделю получается рынок вот прям совсем поверил в себя посмотрим конечно сколько фрс поверит в рынок ну пока что вот такая вот картина я думаю кстати что она особо не поменяется до самого сегодняшнего заседания а теперь что касается выбранных инструментов значит по индексу доллара я склоняюсь прям что да богу там в моменте какую-то коррекцию вверхи еще отрисовать но в дальнейшем до снижение вниз где-то в район сотки но там дело в том что есть нюанс по уровням у нас фактически мы сейчас едим на достаточно сильной поддержки то есть вот она у нас поддержка и следующий уровень но он уже будет гораздо ниже то есть там вообще 99 25 вот примерно в тех краях находится поэтому да туда в принципе вполне возможно достать но вот это вот где-то даже район сотки ну это очень сильный на самом деле диапазон и могут даже элементарно сделать сюда выброс вниз и потом откуп вверх потому что ну крайне неоднозначная ситуация вокруг сейчас реакции рынка на ставку потому что то что ставку снизят это факт это рынок давно отработал мы это видим прекрасно по нисходящему движению индекса доллара то здесь ничего нового но вот именно как отреагирует рынок насколько он испугается не испугается поверить не поверить в рецессию и так далее то есть плюс еще и пресс-конференция павла после ставки но это блин очень-очень сегодня я бы сказал за последние два года это самый такой будет сложный макроэкономический вечер у нас сегодня вот но я в случае выставляю пока что движение дальше по тренду вниз то есть какой-то выброс вверх могут сделать на коррекцию и дальше вниз на продолжение соответственно по евро антипо 56 процентов весе индекса доллара поэтому здесь ожидая на продолжение роста по опционам мы четко видим на прошлой неделе у нас хеджировался минимум в районе 1 10 причем хеджировался когда цена еще была выше цена подошла ударилась отлетела вверх при этом уже сделали полное перекрытие предыдущего сегмента то есть это что у нас означает что у нас паттерн перепозиционирование внизу здесь узел к покупателе если даже если какой-то выброс вниз делают все равно в дальнейшем будет откупать вот плюс ко всему у нас еще позавчера был залит тоже опционный хедж достаточно неплохой и в целом то есть ожидается что у нас роста в дальнейшем может запросто продолжиться поэтому я лично да за продолжение роста вверху там есть уровни есть куда двигаться тот же самый один двенадцать семьдесят пять достаточно важно кстати говоря экстрема плюс сейчас мы выходим с нисходящего канала коррекционного вот и дальше вверх поэтому здесь между евро индексом доллара очень красивая хорошая корреляция просматривается по поводу золота здесь я тоже полностью согласен и в понедельник тоже на вебинаре показывал то есть основной приоритет вообще в район 2 630 но опять-таки сейчас выставлять какие-то цели это пальцем в небо потому что у нас исторические максимумы там абсолютно уровень нам могут показать то есть фактически можно идти просто тупо по круглым уровням там типа 2 600 2 700 2 800 рано или поздно все равно попадем но опять-таки просматривая те же опционы но здесь каша полнейшая очень много всего залит вот и 2 590 с учетом премии это 2 600 вот маржа полуторная это 2630 и так далее то есть но их много на самом деле вот поэтому я пока так в целом показал что да действительно ожидаем ускорение роста основные объемы у нас вот остаются проталкивающие внизу то есть здесь у нас его который был уже локальную кульминацию его от купили здесь все по классике сделали причем даже вот по футпринту видно вот внизу покупатель где торчал это рыночные покупки были и затем у нас был также вот он проталкивающий объем вверх то есть протолкнули и пошли выше поэтому даже если будет какое-то локальное снижение то все равно вот эту область которую проталкивали те рыночные участники именно институционалы которые покупали они будут вот эти диапазоны защищать и это абсолютно нормально то есть так происходит практически всегда поэтому здесь я точно также ожидаю на продолжение роста заметь уже три из трех совпадает и индекс s&p 500 здесь та же самая картина у меня то есть на продолжение роста потому что ну так как цена уже в принципе перекрыла весь предыдущий откат единственно метод чуть-чуть не хватило я целился контроль на марже вот к этой вот зонке покупателя то есть идеальный был диапазон для того чтобы войти на покупку я даже лимитка здесь стояла но чуть-чуть буквально не дошли мне пришлось через на знак отрабатывать там более четкая картина была там зону как раз при приходили вот в отличие от s&p 500 здесь чуть-чуть буквально не добили вот но в целом ситуация абсолютно никак не меняется то есть даже если моменте какое-то коррекционное движение то все равно в дальнейшем вверх на перехай причем район 5 800 это тот который по опционам больше всего сейчас просматривается то есть это наиболее одно я бы сказал очевидно в данный момент видно прекрасно где у нас заливки происходили поэтому да и за достижение уровня 5 800 следовательно если мы здесь добиваем 5 800 очень часто в момент таких вот важных новостей макроэкономических событий и так далее идет общая корреляция причем достаточно сильно а сегодня у нас будет общая корреляция по доллару поэтому сработают все и золото и евро ну и соответственно и синтетический средний завершенный индекс доллара в том числе поэтому да я тоже жду сегодня еще виток ослабления доллара но здесь нужно сделать одну ремарку что если вдруг сделают внизу кульминацию после добой и резко будет возвращать это если я не говорю что это будет я говорю что если вдруг так произойдет то тогда могут получить сильно кульминации но это мы сможем проанализировать именно по остальным инструментам потому что здесь вот объема этот нюанс сразу же покажет ну а пока что просто на обновление экстремумов после завершенной коррекции которая вот последние где-то три недельки у нас была денис ну синергия полная поэтому ждем ва-банк 4 десятки 2 отработки идеи теперь дело за финализируем надеюсь он не подпортит нам общее впечатление от однозначности этих тенденций и мы в итоге увидим то что хотим увидеть спасибо тебе за твой анализ за то что нашло время проанализировал со мной эти инструменты мне кажется мы сегодня с тобой охватили по сути совершенно все сегменты финансовых рынков поэтому даже просто зная что произойдет с этим инструментом можно отстроить даже другие какие-то торговые идеи зачем а знаешь какая есть еще одна мысль это так чисто мысли вслух что сегодня даже могу дать действительно дать добойные движения по основному тренду но я вспоминаю предыдущие подобные заседания и наступала пятница понимаешь о чем я да и вот и вот в пятницу как раз делали добой такие резкие сильные добой и потом после этого заливались кульминационные серьезные объемы и делали разворот еще раз говорю я не утверждаю что история прям повторится но я очень много помню подобных моментов которые совпадали также со составка когда потом уже на рынке труда по этим данным в пятницу формировали резкие развороты поэтому надо как бы быть очень очень внимательно потому что да по тренду конечно сейчас плевать против ветра но это себе дороже будет однозначно но в пятницу просто лучше сделать такую ремарку чтобы на всякий случай были крайне внимательно потому что пятница бывает очень коварно согласен абсолютно ну что тогда наблюдаем через неделю подведем итоги будет точно о чем поговорить на разберем опять же может быть все эти инструменты и будем наверное уже совершенно другой фундаментальной реальности после этого заседания американского регулятора и не с тебе и нашим подписчикам хороших трейдов и до скорой встречи спасибо тебе тоже достойно отторговать и увидимся самому интересно как все получится смотрим следим пока пока пока